вот такими друзья манипуляциями люди делают типа кисели чай очень забавная штука а это нам даже делает он и вроде как тянется там желатину чувак даже он чили сказал очень хорошая штука но пахнет неплохо муча экстракта барменшей надо работать миксануло все чик-чик на о моего друзья помните купили билет его сейчас пришли еще надо хватать тикет энбарго что-то надо его сдать у нас пока я и вот нет а вот нет к игорек точит мы тут решаем вопросы с билетами и еще вам надо заплатить кое-то эмбарго 2 соли за два билета загрузили чемодан мой он ли амиго кампаниру не знаю ты компаниру компаниру амигости камера снимает смотрите документы проверяет металлоискатель есть у нас крутые места правда нам не повезло и у нас здесь такой ляп лобовое стекло но все равно даже ветерок немного дует сквозной залепили нормально я на камен ужинцы опять выиграл свое хорошее место даже максу везет ну зато он шашки лучше играет чоколата кокороза я но мы добрались до города наске сейчас покушаем узнаем сколько стоит автобус до следующего города и к и конечно пойдем смотреть рисунки наске точила я не контакт у нас консоль а каун соль куну калау у нас Это орехи, здесь орехи, ну давай дадим тебе соли, ну давай это. Помочь? Окей, здрасте. Игорек выпил фанты и решил застопить такси, и у него это получилось. И мы уже ели на такси к нашему каучу, который в Перу. Кстати, это единственный человек, это пока что, который ответил нам. Ну и после этого, наверное, планируем заехать на рисунки Наска, посмотреть два рисунка и на этом закончить. Конечно, Игорек хочет еще полетать на самолете, но я тоже хочу, но деньги не хотят это. Игорек нашел каучсерфинг. Вот в таком интересном месте. Правда, плана нету еще. Здесь как мойка машин. Небольшой магазинчик. Вот детки бегают. Ну что, мы нашли нашего хоста. Заехали уже к нему. У нас целая комната с Игорьком. С большими двумя кроватями. Это очень солидно и круто. Сейчас мы посмотрим аэропорт. Пригнись, Игорек. Вот. Красота, правда? Ну что, друзья, вот наша сегодня опочивальня. С таким прикольным бамбук вам потолком. Игорек с Бумом. И я. И что хотелось бы сказать, друзья. Не забывайте ставить лайки. И дизлайки. И, конечно, поставить колокольчик. А если кто не подписывался, подписывайся. Счастья. Макс Гая готовится к Майами по полной программе. Посмотрите, какие вены уже тут. Пресс тут. Это уже четвертый подход на пресс. Ну что, давайте вам расскажем, как что тут устроено. Смотрите, есть город Наска. Мы находимся как раз около аэропорта. Вы как раз его видите. Такое, чтобы прокатиться на самолете и посмотреть рисунки Наска, стоит 65 долларов или 215 местных. Напомню, сегодня 20 февраля 2018-го города. Если вы хотите поехать на автобусе, то это будет вам стоить 30 местных песо. 10 долларов. Входной билет на смотровую площадку. 3 всего лишь песо. Это, ну или местные валюты. Поэтому, друзья, не так уж дешево. Это цена на одного человека. Ну что, друзья, вот это и есть центральная улица. В принципе, если посмотрите все мои старые видео, а если кто не смотрел, то обязательно зайдите и посмотрите, то все города неодинаковые. Прям циркушка, зеленый вот такой квадрат в центре города и все. Бандитос. Бандитос. Гринго. Покупаем сладости. Смотри, маленькие какие. Маленькие две девочки. Пытаются попасть. Это все маленькие. Барабанчик. Одновидно забыл о своей вещи. Как вам инка-кола? Инка-кола. Знаменитая. Только в Перу. Знаменитая только в Перу. И еще в Чили надо продают. Да, инка-кола еще в Чили. Это дюше с дюшесом. Вкус детства, знаете. И причем не самого лучшего качества такое ощущение. И стоит он еще? Стоит он долларом тридцать. Да? Что-то около того. За литр. Ну, второй раз покупать буду нескоро. А я пью, друзья, нефильтрованное пиво. Кстати, очень вкусное, но стоит она семь песо. Это два доллара. Чуть больше двух долларов. Перуанские красоты, друзья. Хочется сказать одно. Как вот большая песочница. Только дядьки большие играются. Ну что, друзья, новый день, новые приключения. Сегодня мы движем смотреть рисунки Наска. Естественно, зайдем обязательно покушаем вкусной еды. Перуанской еды. Что-то на последнее время у нас вообще нет никакого адреналина. И что-то такого интересного. Все время какие-то передвижения. Вроде что-то смотрим, но мы уже здесь были. А хочется что-то новенькое. Так что собираемся с Игорьком в наш номер. И движим дальше. Только вперед. В Перу нет почти автостопа. Здесь в основном все. Это маленькие машинки, такси. То есть просто люди, которые подвозят. Обычно это стоит один соль, если в сторону центра. Вот как сейчас вы видите. Одно соль. Одно соль. Одно соль. Одно соль. Одно соль. Окей. Вот поэтому лучше иметь маленький рюкзачок. А не такой, какой Игорька. Что хрен, куда поместишься. Тем более перуанские машины. Ребята, рыбный супчик с овичи. Вкусняшка. Это так не хватало чили аргентине. Дать хочется напомнить, друзья. Чили ци аргентинцы, если вы меня смотрите. Поменяйте свой рацион еды. Берите пример в Перу. Но вкусно, дешево и полезно. Игорьок к вам не соврет. Смотрите. Рис с креветочками и морепродуктами. Класс. Похолоса вича с кальмуаром. И тут еще креветки к даре. Просто супер. Что, мы добрались. Он даже самолет уже кружит. Там смотрим рисунки. И вот эта вышка, где можно еще посмотреть на что-то. На рисунки Наска. Это все происходит в пустыне. Вот здесь как раз и проходят самолетные туры. Где показывают. Видите, один самолет. Вон второй самолет. А это для бюджетных туристов. Вот три соля. На небольшую высоту, на небольшую вышку. Но это все же лучше, чем ничего. Можно всякую еще хрень купить здесь. Опа, и вот он же рисунок. Честно, кажется уже... Что это вот этот рисунок, какая-то фигня. Любой дурак, можно сказать, мог бы это бы сделать. Вау, какая красота. Друзья, это лохотрон. Мне кажется, что кто-то просто взял, сейчас недавно нарисовал такую хрень. Да вы представьте, за столько-то лет, да это все заметет. Там еще тоже какая-то хрень. На мотике можно прокатиться было и нарисовать. Да, может там еще рисунки чуть поболее есть. У нас самолете все-таки же летают. Но кажется, что приехать сюда специально. Вот кому надо было эти рисунки рисовать? Вот нафиг они ему надо. Мне кажется, и то здесь красивее, чем рисунок. Ребята, видите, он скутер. Ребята делают Around the World, кругосветное путешествие. Они проехали Азию, проехали Австралию, проехали сейчас Южную Америку. Правда, не всю, они с Сантьяги просто движутся наверх. На Коста-Рика, потом до Нью-Йорка. И уже с Нью-Йорка до Марокко. И с Марокко уже домой. Ну, то есть по факту делают очень маленький узкий круг. Но все же это же на скутере. Ах, рисунки Наска. Как они завораживают. И вот, друзья, и есть рисунок Наска. Наверное, он выглядит вот так. Жестко. Ну, кто-то просто его нарисовал. Наверное, кто-то даже палкой его прошелся. Моменту. Да. Ну, ругают, Макс, нельзя. Окей, сей, но проблема. В Перу автостоп это автобусы. Сейчас мы доедем до свящего города за 2 доллара. Это 120 километров. Поэтому, друзья, автостоп Перу вот такой. А давно вы в Перу переехали? 25 година живем в Перу. Уложеним сам. Имам два сина. Два унука. Вау. Ваша супруга... Моя супруга, Марисорез Перу. А почему в Перу? Перуан? Да. 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 Да.